Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Алтайском крае подписали указ о максимальном росте коммуналки. Насколько подорожают услуги ЖКХ? Авантюра не удалась. В регионе задержали мужчину, который украл 500 бутылок пива. В Барнауле открылось около 50 елочных базаров, во сколько обойдется главный символ Нового года. Пассажир погиб во время ДТП на трассе Барнаулбийск. Трагедия произошла утром в Зональном районе. Известно, что 25-летний водитель Вольво, выезжая с обочины на проезжую часть, не уступил дорогу автомобилю КамАЗ. Столкновение привело к тому, что прицеп КамАЗа врезался с другой машиной. Хонда ехала во встречном направлении. В результате пассажир Хонды погиб на месте ДТП. Также водитель Хонды и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Тяжелые последствия и у другой аварии, которая произошла в центре Барнаула. На днях мы рассказывали о том, что в районе Цума на перекрестке столкнулись две машины. После удара один из автомобилей вылетел на тротуар. В этот момент там проходила 46-летняя женщина. Сегодня стало известно, что она до сих пор находится в реанимации. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. По поручению главного прокурора края Антона Германа назначена проверка. Виктор Томенко утвердил максимально допустимый рост платы за коммуналку. С июля следующего года услуги ЖКХ в крае подорожают почти на 14,5%. Причем предельный рост коммуналки ждет все без исключения муниципалитета нашего региона. Ранее, в частности, 14 ноября правительство России утвердило для Алтайского края средний размер повышения оплаты в 2024 году на уровне почти 9,5%. При этом для отдельных муниципалитетов нашего региона федеральные власти разрешили отклонение от среднего размера роста цен почти 5%. Но, как следует из указа, подписанного губернатором 14 декабря, необходимость повысить коммуналку больше среднего возникла во всех городах и районах края. К концу этого года на дороги края выйдет 39 единиц дорожной техники. В 2023 регион получил еще 300 миллионов рублей на приобретение специальных машин. А пока в ежедневном режиме чистят трассы и посыпают их солью тысяч автомобилей. В Министерстве транспорта региона сегодня рассказали об итогах года и планах на следующий сезон. Подробнее Анастасия Дорога. Полунда, ключи, камень на обиль, то есть вся северо-западная зона будет где-то в 16 часов туда придет у нас метель. Экран погоды, камеры с дорожных участков, какие дороги края открыты для движения, решается в этом кабинете. Если наступает действительно критический момент, мы выставляем на сайт информацию о закрытии автомобильной дороги, и время начала, то также мы информацию передаем в МЧС и информацию передаем в ГИБДД. Ежедневно на дорогах края работают тысячи единиц техники. Скоро их станет на 39 больше. В ближайший месяц Алтай накроют снегопады, бороться с которыми помогают жители. Участник заключил контракт с нашим ДСУ, он там живет, ферма получает средства, те, которые мы платим ему, и очищает, содержит дорогу. Такая история. История то, что нам помогают фермера, когда нормальная ситуация, она имеет место быть, но это нормально, они бесплатно это делают. В 2023 году финансирование краевого Минтранса составило 23 миллиарда рублей. Почти все средства реализованы. На федеральных трассах с повышенным риском аварий установят еще 50 комплексов фото-видео фиксации. За год ДТП в регионе стало меньше на 7%, а погибших на 20. На самый безопасный вид транспорта – железную дорогу – в этом году выделили 4,5 миллиардов рублей инвестиций, обновили 71 вагон, запустили 3 электропоезда. Сейчас в Барнауле ждут поставку 41 автобуса и запуска трамваев, чье оформление затянулось. В составе поставки были еще запасные части и то оборудование, которое необходимо для обслуживания новых трамваев. Для чего это делается? Единицы совершенно новые, они конструктивно, разительно отличаются от тех существующих. Учитывая, что партия сложная, трамваи не приобретались ни разу так же. Стоимость больше, более 700 миллионов, сами понимаете, наше внимание, чтобы никаких ошибок при этом не возникло. В Барнаульском аэропорту ожидают закрыть год с цифрой в 700 тысяч перевезенных пассажиров. Строительство нового терминала крайне актуально. Сегодня в активной фазе МСУ-1, достаточно надежный подрядчик, строит здание площадью 10 тысяч квадратных метров, что в два раза превышает действующие, которые 4,5 тысячи квадратных. Поэтому, надеемся, все идет четко по графику, с небольшим, скажем так, опережением. В Минтрансе рассказали и о внедрении системы умного транспорта в Барнауле. Сейчас для нее смонтировано 50 светофоров из 108. В будущем они смогут учитывать такие факторы, как погода, часы пик, работа коммунальщиков. Что касается программы безопасной и качественной дороги, в следующем году ее бюджет в краевой столице ожидается на уровне 1 миллиарда рублей. В этом году в Алтайском крае в пожарах погибло 15 детей. Это в два раза больше, чем в прошлом. В МЧС сообщают, что главная причина трагедии – несоблюдение правил техники безопасности. Мы же работу проводим очень большую и разъяснительную. И мы проводим профилактические мероприятия в жилом секторе. Но так вот устроена психология человека, что где-то процентов 70-80 людей, которые вообще никогда не сталкивались и не понимают, что такое пожар, они думают, что это может произойти только не с ними. В целом, за 2023 год в крае в жилом секторе погибли 154 человека. Из них 85% умерли во сне от отравления угарным газом. Поэтому спасатели рекомендуют устанавливать в домах извещатели. Автономный пожарный извещатель – это такое устройство, которое срабатывает на небольшую концентрацию дыма. И когда сработка происходит, запускается очень мощный сигнал звуковой. Такие извещатели есть уже в 16 тысячах домах края. Только в этом году они спасли жизни 18 человек. Но житель Алтайского края украл 500 бутылок пива. Преступления раскрыли сотрудники транспортной полиции региона. Они установили, что ночью на железнодорожной станции Ребриха местный житель вскрыл один из вагонов поезда. Мужчина погрузил 25 огромных упаковок в свою машину и уехал. А после спрятал похищенный во дворе дома своего родственника. Оперативники провели обыск, обнаружили и изъяли часть украденного. Сумма ущерба – более 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Число аварий на железнодорожных переездах в Алтайском крае выросло. Так, за неполный 2023 на пересечении путей и автодорог случилось 6 ДТП, в которых столько же человек погибло. Еще 18 происшествий машинистам и дежурным по переездам в последний момент удалось предотвратить. И чтобы впредь не допустить подобного, в регионе запустили профилактический проект «Внимание! Переезд». На одну из его акций под названием «Новогодний патруль» заглянули Дед Мороз и Снегурочка, а также мои коллеги. Железнодорожный переезд вблизи села Черемное Павловского района. Автотрафик здесь очень плотный. Ежедневно же до пути пересекают сотни легковых и грузовых машин, в том числе бензовозов, которые везут топливо для предприятий. И на этом переезде не обошлось без происшествий. В марте 2023-го водитель легковушки выехал на пути в момент, когда приближался поезд. Столкновения, несмотря на экстренное торможение, избежать не удалось. Но сегодня повышенная активность наблюдается не только на месте пересечения путей и автодороги, но даже около него. Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД напоминают водителям о правилах безопасного пересечения путей и вручают им специальные памятки. К бдительности призывают и главные символы приближающегося Нового года. Но, как и положено Деду Морозу со Снегурочкой, они не забывают поздравить. Здравствуйте! У нас сегодня проходит акция «Новогодний патруль». Мы предупреждаем всех владельцев о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения и быть непосредственно внимательным на переездах. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам, чтобы все было хорошо. Чтобы в Новом году обошлось без происшествия, говорят сотрудники магистрали, водителям стоит отбросить самоуверенность. Проскочить в последний момент мало кому удается. Так только в этом году в крае на железнодорожных переездах случилось 6 ДТП. В последнем, на перегоне в Панкрушихинском районе, в результате столкновения с поездом погибли 4 человека. Всего же такие инциденты унесли жизни 6 человек. Это в три раза больше, чем в прошлом году. И все случаи произошли по вине водителей автотранспорта. Соблюдайте правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Остановитесь на секунду, убедитесь в безопасности, после чего продолжите движение. Новогодние профилактические патрули до конца года пройдут на нескольких ЖД переездах края. Работники магистрали надеются, что они помогут воззвать водителей автомобилей, соблюдать осторожность и внимательность. Только при таком отношении можно снизить аварийность, а значит сохранить жизни. А это вам от России железнодорожные большие патрули. О, спасибо. С наступающим Новым годом. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле открылось около 50 торговых точек по продаже елок. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов отправился на елочные базары, чтобы узнать, во сколько в этом году обойдется зеленая красавица. Пышность веток и сохранность дерева. Вот на что сейчас обращают внимание покупатели елок в первую очередь. А потом уже на ее стоимость. Если хотя бы одна ветка сломается, то елка моментально теряется в цене. Например, вот такие елки будут стоить от 2 до 3 тысяч рублей. Ну а если елка пышнее и, соответственно, выше, то и цена, к сожалению, будет намного выше. Она будет разниться от 5 до 7 тысяч рублей. Но можно и шикануть. И самая большая елка в Барнауле стоит порядка 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом на нескольких точках цена за елку выросла в среднем на 500 рублей. А привозят зеленый символ нового года зачастую из Горного Алтая, Черышского и Токульского районов. Елочные базары расположились во всех районах Барнаула. Так, в железнодорожном районе 6 точек, в Центральном 9, по 5 в Октябрьском и Ленинском. А самым богатым на елочные базары является индустриальный район 21 точка. Напоминаем, что покупать елку нужно только в легальных торговых точках, куда завозятся деревья, выращенные в специальных питомниках. А если кто-то пожалел деньги и решил срубить дерево, то будьте готовы за это отвечать. На сегодняшний день у нас идет снижение по незаконным рубкам холодных молодняков. В 2022 году было зафиксировано 5 фактов на 611 тысяч рублей. В этом году зафиксировано 2 факта на 158 тысяч рублей. Если стоимость одного новогоднего дерева будет превышать 5000 рублей, ну ущерб сам, то наступает уголовная ответственность. Там может как судья вынести как штраф, так и меру пресечения избрать. А еще люди выбирают не живые елки, а искусственные. Сейчас это тоже очень сильно популярно. Вот, например, у меня дома стоит тоже елка искусственная. И давайте узнаем у моего оператора Андрея, какая елка стоит у него. Андрей, у тебя искусственная елка дома? Ну вот видите, у каждого свой выбор. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. На этом все новости. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...